Здравствуйте, с вами Hotline Video, Александр Шерстюк и автомобильный GPS-навигатор Vizicom 502. Небольшая аккуратная катонная коробка скрывает с секрами навигатора следующее. Довольно короткий мини-USB кабель, крепеж, автомобильное зарядное устройство со светодиодом, стерео наушники со стартным разъемом мини-джек, адаптер для microSD-карты, набор документации, включающий вся простую инструкцию, лицензионный номер и гарантийный чек. Как обычно, отдельно осмотрим крепеж, здесь ничего необычного. К навигатору крепится вот такой ложемент. Подставка ленствольного размещения здесь не особо хлипкая, но все равно ее стоит поберечь. Здесь предусмотрено дополнительное посадочное место для стилуса. Пластик ложемента прочный, язычок выглядит добротно. Кронштейн с присоской хорошо знаком по другим моделям, не только навигаторам. Устанавливается и снимается без труда, а держит хорошо. Регулировка кронштейна осуществляется в двух плоскостях. Установка по горизонту задается ступенчато. Отметим, что зубчатая трещотка винта регулировки не совсем удобна и надежна. Установка по азимуту сделана лучше. Можно плавно поворачивать навигатор в стороны, но жесткой фиксации здесь нет. Навигатор смотрится весьма эффектно, чему способствует аккуратная сборка, тонкий корпус и пластик софт-тач. Пятидюймовый экран имеет разрешение 480 на 272 точки, и выполнен презистивной технологией. На левом торце устройства находятся разъем для наушников, стадиодный индикатор, слот для карты microSD, вход аудио-видео и под мини-USB. Сверху кнопка включения и штатное место стилуса. На тыльной части мы видим кнопку аппаратного сброса и динамик. Аппаратная платформа навигатора основана на процессоре с тактовой частотой 468 МГц. Он работает с 42-канальным GPS-модулем M-Star. Объем оперативной памяти 128 МБ, а флеш памяти 256 МБ. Следует отметить, что инновационная программа жестко привязана к комплектной карте памяти, так что заменить ее на более емкую без каких-либо ухищрений не получится. Используем операционную систему Windows CE. Из меню можно зайти на ее рабочий стол. Здесь доступны некоторые утилиты просмотра и браузер. Чтобы выйти, нажимаем кнопку аппаратного сброса. Из стройных утилит отметим видео и аудиоплееры, просмотр фотографий и чтение электронных книг. Свободной памяти на карте чуть больше гигабайта, так что особо не разгонишься. Из дополнительных приложений – калькулятор, конвертер величин и календарь без напоминаний. В навигаторе встроенный Bluetooth-адаптер с поддержкой DUN-профиля, который по умолчанию не поддерживается рядом с современных смартфонов. В разделе настройки отметим наличие FM-трансмиттера и уже виденных ранее офисных утилит. Здесь используется программа Vizicom Navigator версии 3.5.9. Карты имеют отличную детализацию. Так, в Киевской области в ряде райцентров отмечены не только названия улиц, но и номера некоторых домов. В других областях ситуация во всяком случае не хуже. Кроме отчитания границ населенных пунктов, присутствует вся сетка улиц, даже по небольшим селам. С детализацией Киева все в порядке, хотя так называемые точки интереса отображаются в большинстве своем не на карте, а в отдельном списке, где их можно сортировать и в одно касание приложить к ним маршрут. В целом, на авиационный интерфейс не плещет красотой. Это позитивно скажется на быстродействии, но не всем понравится. Потребуется некоторое время для привыкания, так как интуитивность интерфейс тоже не может похвастать. Создание маршрута возможно как вручную, для этого можно указать точки статуи финиша, или же сразу нажав кнопку до маркера, так и с помощью адресного поиска, причем программа запоминает введенные адреса. При включенном режиме навигации выводится небогатый список подсказок и индикаторов, вдобавок нет возможности скролинга. Пересчет маршрута выполняется не так быстро, как этого хотелось, как автоматически, так и вручную. Доступны трехменная карта и режим ночь с другой цветовой схемой. При наличии адаптера Bluetooth пока что какого-либо сервиса пробок для карт Vizicom нет. Безусловно, Vizicom 502 силен своим дизайном, габаритами и детальной картой. Но программный интерфейс, кронштейн и привязка к карте памяти понравятся далеко не каждому. Тем не менее, весьма привлекательная цена способна нивелировать эти недостатки. Но окончательный выбор, разумеется, за вами.